К нашему эфиру присоединяется Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с чего начнем. Гарри Каспарова внесли в список террористов и экстремистов. Его имя появилось в перечне российского финмониторинга. В 22-м году оппозиционного политика и 13-го чемпиона мира по шахматам признали иноагентом. Список с неугодными оппозиционерами становится все длиннее. Да, я хотел ваш комментарий по этому поводу услышать. Игорь, да. Я просто... Будет сюжет какой-то. Ну, все ожидаемо. На самом деле, я не думаю, что Гарри Кимыч как-то расстроился. Все это воспринимается как награда. Даже когда встречаешь кого-то из своих коллег, недавно был форум «Свободная Россия», так практически все участники были иноагентами, все были награждены вот этой наградой от путинского режима. Поэтому все это воспринимается как обыденность. То есть, по кому-то уголовное дело, кто-то террорист, кто-то экстремист, кто-то там внесен... Какие-то структуры внесены в список нежелательных организаций. Это рутина. Это рутина. То есть, каждый день что-то происходит вот в таком духе. На самом деле, это тут принципиальная разница в том, что те, кто находятся в России, они в связи с вот этими наградами их отправляют в тюрьмы и убивают. А те, кто находятся за пределами, ну вот, воспринимается это как... На самом деле, это воспринимается как знак того, что не надо возвращаться. Ну и для, соответственно, населения, для тех, кто остался в России, знак того, что не надо иметь дело. Вот, на самом деле, весь смысл всех этих клейм, которые раздает путинский режим. Российских военных преступников уже в официальном статусе стало на два больше, как вы знаете. Международный суд Гаги выдал ордера на арест командующих дальней авиации российской армии и Черноморского флота. Вот, как вы оцениваете это решение, я бы сказал, в контексте поднятия морального духа российской армии? То есть, по сути, те, кто запускает сейчас ракеты по украинским городам, фактически выполняют приказы военных преступников? В принципе, да. Для каких-то... Я не знаю, вот это, кстати, тема вообще отдельного исследования, насколько это оказывает воздействие на военнослужащих, на участников оккупационных войск. Потому что, ну вот, идет противостояние, идет война, идет информационная в том числе война. Я думаю, что это важно, потому что для кого-то это знак того, что раз это военные преступники, значит, исполнение их приказов является... И приказы их являются преступными. Следовательно, недопустимость исполнения преступных приказов, она, в общем-то, известна. Но это мы сейчас с вами говорим, ну, носители какого-то... Насколько это все распространено у представителей оккупационной армии, я сомневаюсь. Поэтому это важное, важное дело, это важное... Точно так же, как Путина объявили в розыск, и он, как бы, находится точно в таком же статусе, как и эти два военачальника. Это важная история, но она, скажем так, все-таки в основном не на российскую аудиторию работает. Потому что в России сегодня это воспринимается как, ну вот, идет война, и что толку, что объявляют преступниками. Для России они герои. Так что это, ну, в какой-то степени воздействие на будущее, что вот в конечном итоге суд неизбежен, и в конечном итоге каждый из тех людей, кто исполняет преступные приказы, рано или поздно окажется под судом. В Москве начали задерживать участников похороны и акций памяти Навального. Как по-вашему, это такой шаг на упреждение? Акции были довольно массовыми, и не только в Москве, по многим городам России. Такой ход власти, чтобы не разрастались, чтобы на корню задавить? Вы знаете, это немножко более сложная история, потому что вот эти массовые политические акции, в которые превратилось прощание с Навальным, это было то, что называется, на одни сутки репрессии были поставлены властью на паузу. Проблема ведь не столько в том, что эти акции были массовыми, вообще в целом, если говорить о прощании с Навальным, то это были самые долгие похороны, потому что люди шли и идут до сих пор, возлагаются цветы к могиле Навального, просто бросают цветы через заграду Борисовского кладбища. Это происходило в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник. И вот я думаю, что до, уж точно до 17 марта эта акция будет продолжаться в той или иной степени, ну с разной интенсивностью. Так вот, особенность этого, что происходило, заключалась в том, что, в общем-то, полиция наблюдала, находилась рядом, Росгвардия находилась рядом, автозаки были на готове, но, в общем-то, никто особенно не винтил, дубинками не разгоняли, в автозаке не таскали. Ну, вернее, таскали, били и, так сказать, разгоняли, но мало. Было задержано, арестовано и отправлено за решетку всего, насколько я помню, там цифра называлась где-то порядка 120 человек. Это очень немного для вот таких вот акций, для многотысячных акций. То есть, причина, с моей точки зрения, такая, что изначально было желание вообще этого ничего не допускать. И, как известно, шантажировали мать Навального, не отдавали на протяжении нескольких дней, не отдавали ей тело сына. Значит, шантажировали. Она находилась длительное время, несколько суток, она находилась в Следственном комитете Салехарда. Потом пыталась получить тело сына в морге. Потом опять обращалась в Следственный комитет. Короче говоря, ее муружили, шантажировали тем, что вообще не вернутся тело сына, если она не согласится на тихие похороны. Потом был длительный период саботажа ритуальных служб. То есть, пытались избежать вот того, что вы сейчас показываете на экране. После того, как стало ясно, что мать Навального не сломать, это не, так сказать, ну, другой человеческий тип, чем, например, родственники Пригожина, которые согласились на тихие похороны. Здесь было ясно, что сломать их, сломать мать Навального и вообще родственников Навального не удастся. Порода другая. И, видимо, в Кремле, то есть, невидимо, очевидно, в Кремле решили плюнуть на это дело и сказать, бог с ним, пускай уже как-нибудь похоронят этого Навального и, может, скорее забудут. И в Кремле было принято решение не разгонять вот эти вот акции. Но после того, как... Но их фотографировали, их снимали на камеру, и практически каждый участник этих акций попал на крючок. И сейчас, просто поскольку пауза, я еще раз подчеркиваю, Кремль поставил репрессии на паузу. Но теперь пауза закончилась, и теперь Кремль начинает откручивать назад, возвращать то, что... То есть, этот людоедский режим, так сказать, который там на сутки, на двое, так сказать, принял такую диету, значит, не ел человечину в течение нескольких дней, сейчас решил возместить свое. После этого поста людоедского наступил период уже вот такого снова репрессий. Так что все возвращается. Страшные вещи, на самом деле, рассказывайте. Но давайте к другому, к предвыборному фарсу перейдем. Российские власти сейчас придумывают массу мероприятий к выборам, так называемым, по совковому образцу. Ну, очевидно, что даже день рождения Гагарина переносит ближе к дате выборов. Призы придумывают для тех, кто будет голосовать впервые. Вот Агитпоезд даже запустили, сила в правде. Ну, словом, много подобных вещей. Очевидно, чтобы праздник во время выбора устроить, ну, иными словами, обеспечить явку. Вот, хотелось бы узнать, ну, во-первых, ваше отношение к этой акции, а во-вторых, вот, не воспользуется ли Кремль вот этой вот акцией «Полдень против Путина». Я напомню, что это суть акции прийти в 12 часов на избирательные участки, проголосовать против Путина. Ну, то есть, в Кремле же это могут представить как высокую явку, даже не уточняя, за что люди пришли голосовать против Путина. Да, я с вами согласен, и это тот случай, когда я, в общем, нахожусь среди людей, которые относят себя к оппозиции, к противникам Путина. Я один из немногих, кто считает, что вот эта акция неправильная. Я не думаю, что это эффективно. Я думаю, что вообще иметь дело и вообще участвовать, идти в рамках этой повестки дня, вот, каким-то образом пытаться ее использовать, пытаться там, кто-то призывает голосовать за Дованкова, там, вот Максим Кац, значит, агитирует за то, чтобы надо обязательно голосовать за Дованкова, поскольку он вроде как, ну, не такой открытый людоед, как остальные. Он, так сказать, у него, по крайней мере, он пользуется салфетками, и, так сказать, у него кровь не стекает, там, с рук и с рта. Вот, поэтому надо вот выбрать наименьшее зло. Это, я считаю, большая глупость и преступление, вообще за кого-то голосовать. Вообще, участие в этом мероприятии, я считаю, ошибкой. Было бы гораздо более полезно, если бы оппозиция сконцентрировалась на том, чтобы в этот день, ну, есть же, есть реальные альтернативы. В этот день просто прийти к, там, в Москве, к Борисовскому кладбищу, значит, в каких-то других регионах прийти к памятным каким-то местам, где отмечается память о политзаключенных. Там они есть практически в каждом городе. И вот эта акция, альтернативная, не в рамках повестки дня, которую навязывает Кремль, она была бы как раз более эффективна. По крайней мере, здесь было бы понятно, что эти люди не участвуют в голосовании за Путина, а что они, так сказать, против этого. То есть это было бы понятно. Ну, а вот это вот полдень против Путина, это действительно... Ну, а что? Скажут, ну, да, вот люди пришли участвовать в голосовании. Наверное, за Путина будут голосовать. Ну, а как иначе? Если попытаться каким-то образом визуально отделить себя от остальных людей, то это будет политическая акция, которая в результате просто начнут винтить, начнут арестовывать. Ведь я так понимаю, что организаторы этой акции хотят попытаться все-таки относительно безопасности для того, чтобы массовость была. Потому что здесь же работает... Как это все работает? Если это действительно заведомо под дубинки ОМОНа, то особой массовости не будет. А если это безопасно, тогда люди, которые придут на избирательные участки, они будут неотличимы от тех, кто пришел голосовать за Путина. Ну, а всякие разговоры о том, что можно прийти и проголосовать против Путина, но это просто смешно, потому что такой опции не существует. И любая попытка испортить бюллетень, написать какое-то слово или написать слово «Навальный», это все не имеет никакого значения, потому что все эти бюллетени будут все равно положены в стопочку, где голосование за Путина. Так что это все, мне кажется, что это ошибка. Национальное освободительное движение подключилось к агитации за Путина. На страницах своей официальной газеты «Национальный курс движения агитирует за Путина», сравнивает его с жизнью, остальных кандидатов со смертью. Так вот, такая статья имеет все признаки агитации. Значит, должна быть оплачена со средств избирательного счета, как вот сейчас мы видим на своих экранах, и об этом должна быть сделана соответствующая пометка. Но никакого упоминания об оплате данной агитки в статье не содержится. Как по-вашему, есть ли вообще вероятность, что кто-то пожалуется на нарушениях избирательного законодательства? А если пожалуется, есть ли шанс, что его кто-то услышит? Ну, это два разных вопроса. На первый ваш вопрос я отвечу, что вполне возможно, что кто-то пожалуется. А на второй вопрос однозначно нет. Конечно, нет. Потому что все, что происходит в России, противоречит праву. И если бы была возможность с помощью обращения к праву каким-то образом что-то починить в Российской империи, то это была бы не Российская империя, это был бы не фашистский рейх. Вообще, мне кажется, сегодня первая аксиома, которую нужно уяснить для того, чтобы как-то понимать, что происходит в России, это то, что этот режим невозможно ни свергнуть, ни исправить какими-то мирными акциями. Будь то участие, будь то избирательные какие-то технологии, или правовые, или какие-то жалобы в легальном поле. С этим режимом можно поступить так, как поступают с любым фашистским режимом. Он рушится только в случае тяжелого военного поражения. То есть в любом случае с этим режимом можно обращаться только вооруженной силой, только насилием. Других вариантов просто нет. И в конечном итоге принципиальная особенность вот этой ситуации, вот этой вот рассеянной мировой войны, которая сейчас происходит, заключается в том, что в отличие от Второй мировой, никто не собирается менять этот режим силы. Ни Украина, ни страны НАТО не собираются что-то делать с путинским режимом. Таких планов вообще нет. И поэтому я думаю, что основная здесь надежда на то, чтобы самыми разными мерами добиться внутреннего распада этой империи. То есть основная проблема это то, что распад Российской империи очень затянулся. Да, это очень тяжелая история для внешнего воздействия, но такие методы есть. Я думаю, что основные мысли, основные усилия мирового сообщества, я уж не говорю о тех людях в России, которые считают себя противниками Путина, должны направлены быть на создание инструментов для распада Российской империи. Вот это вот единственное то, что может изменить ситуацию и то, что закончит мировую войну. Потому что на самом деле центр этой вот рассеянной мировой войны, он находится безусловно в Кремле. Европарламент не признает так называемые выборы в Российской Федерации. Об этом на прошлой неделе заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер. Вот как по-вашему, готова ли вся Европа, весь Евросоюз, возможно и Соединенные Штаты не признать легитимность Путина? И если это случится, какими могут быть последствия? Вы знаете, вот вообще не существует в международной практике, не существует такого вот правового института, как непризнание выборов. То есть, понимаете, вот несколько сотен в мире в этом году произойдет несколько десятков, больше сотен выборов в разных странах. И другие страны не обязаны принимать какое-то решение, признаются или не признаются выборы в той или иной стране. Такого вот самостоятельного института нет. Это, ну, какое-то частное мнение, значит, какие-то страны признают, какие-то не признают. В основном все это сводится к выбору из трех вариантов поведения. Первый вариант – это поздравление. То есть, если признаются выборы и к этому относятся позитивно, ну, такая вот дипломатическая вежливость требует поздравления вновь избранного главы государства. Второй вариант – это молчание. Если просто никакой реакции. И третий вариант – это заявление о непризнании. Заявление о непризнании не влечет за собой в обязательном порядке расторжение дипломатических отношений. То есть, никаких таких вот официальных серьезных последствий это не влечет. Это влечет, скорее всего, изменение в общественном сознании статуса главы государства. То есть, ну, в известной степени превращение Путина в опускание его статуса до уровня Лукашенко. Скажем так, месяц назад я бы все-таки в основном, действительно, это важная, очень важная история, несмотря на то, что это такая вот неофициальная реакция. Но месяц назад я бы все-таки сказал, что подавляющее большинство европейских стран выберут позицию молчания. То есть, они не будут заявлять о том, что, ну, никто, я так надеюсь, что никто, может быть, там, я не знаю, Орбан, да и то вряд ли, решится на поздравление Путина в связи с квази-избранием. Но основная масса европейских стран, скорее всего, выберет вариант просто молчания. Просто никаких поздравлений, никаких, поэтому, ну, какие-то общественные организации скажут, что это выборы фейк, безусловно. Это фейковые выборы, и Путин, конечно, никакой не президент, а узурпатор. Но за последнее время, вот за последний месяц произошли некоторые события, которые все-таки дают шанс на то, что будет официальное заявление и большинства европейских стран, и Соединенных Штатов Америки. Все-таки будут официальные заявления о непризнании. Какие это события? Ну, в значительной степени огромный резонанс вызвало убийство Навального. Это, я понимаю, что для украинцев это может звучать несколько странно, потому что каждый день путинский режим убивает десятки украинцев. И вот почему здесь реакция? Ну, так устроено общественное сознание, что на вот такое вот откровенное убийство политического противника, оно как бы выделяется из общего ряда людей, которых убивают на этой войне. Поэтому и тот резонанс, который это убийство получило в международном мире, так сказать, понятно, как на это отреагировал и Евросоюз, и Европарламент, и президент Соединенных Штатов Америки, и главы государства, они все на это отреагировали очень резко и очень остро. Поэтому вот это событие может в какой-то степени тоже повлиять на, так сказать, признание и непризнание. Другие события, в частности, та кровь, которая льется каждый день в Украине, тоже, безусловно, будет аргументом для непризнания. Поэтому вот сейчас уже ситуация, с моей точки зрения, действительно неопределенная. То, что происходит, создает надежду, что европейские страны, по крайней мере, значительная их часть, заявят о своем непризнании этих выборов и, соответственно, объявят Путина узурпатором, нелегитимным президентом или самозванцем. То есть это, ну это хорошая история. Еще раз подчеркиваю, это не повлечет за собой каких-то достаточно серьезных последствий, сиюминутных, но, безусловно, это изменит статус Путина и отношения к нему, и уже, так сказать, обращаться к нему, там, господин президент, приглашать его куда-то будет чуть-чуть сложнее. Но еще раз хочу подчеркнуть, здесь не надо возлагать на это каких-то особых надежд, потому что, понимаете, мы говорим сейчас о примерно, в лучшем случае, 10% человечества, 10% стран. А глобальный юг, в целом, вот то же самое глубинное человечество, которое составляет свыше 85% населения Земли. Им это все совершенно все равно. Ну, убил Путин Навального, ну, убивает он в Украине. Подумаешь, дело-то житейское. Вот примерно так рассуждают значительная часть африканских стран и глав государств. Примерно так рассуждает Китай. Ну, Индия, может быть, имеет какую-то особую позицию, но, тем не менее, они с удовольствием пользуются тем, что Европа, там, то ли Путин отвернулся от Европы, то ли Европа от Путина. Короче говоря, у них не складывается. И те же самые Индия, Китай, другие страны пользуются этим, благодаря этому они имеют по дешевке, а практически даром российские энергоресурсы. Так что я думаю, что, да, это будет иметь какие-то последствия, но не глобального масштаба. Мобилизованных на войну с Украиной россиян, судя по всему, оставят на фронте бессрочно. Ранее Минобороны России заявили, что призванных на войну резервистов вернут домой, как только президент подпишет указ о завершении мобилизации. А когда это произойдет, так же решит Путин. Я процитирую, исходя из достижения целей СВО. Ну, мы ее называем так называемой спецоперацией. Так вот, исходя из этих достижений, по вашему мнению, когда? Ну, видимо, строго говоря, никогда, если говорить о какой-то краткосрочной перспективе. То есть, понятно, что цели, ну, вот, недавно состоялось, вернее, оно еще продолжается, такое очень фейковое мероприятие, которое называется Всемирный фестиваль молодежи. Так вот, там выступал Медведев, который рисовал карту и говорил о том, что Украина – это Россия, и целью фактически является полный захват Украины. Там, за исключением крошечного какого-то пятачка вокруг Киева, который милостиво собираются оставить для Украины. Вот, а так, в общем, за полный захват территории, полное уничтожение народа, ну, по крайней мере, тех, кто не готов считать себя россиянами. Поэтому цель-то такая, и всякие разговоры о том, что война может кончиться при каких-то там промежуточных результатах – это все полная ерунда. Путин будет продолжать войну до тех пор, пока не сочтет, что Украина исчезла. А поскольку этого не произойдет, Путин эту войну не закончит. Реальное завершение войны может быть только после того, как российская оккупационная армия будет отброшена до 1991 года. Но и в этом случае война не прекратится. Война прекратится в двух случаях. Первый вариант – это, значит, смерть Путина. И второй вариант – это распад России. Вот в этом случае война прекратится. Когда это произойдет, ну, мне, я думаю, что ответственно сегодня заявить, назвать дату не сможет никто. Поэтому будут служить, будут воевать, будут умирать до тех пор, пока не произойдет вот это событие. Одно из двух этих событий. Вдогонку за вашими словами как раз информация, что в Новосибирске вслед за Красноярском начали искать должников по ЖКХ для вербовки на фронт. Всего в России, по данным Федеральной службы судебных приставов, насчитывается 8 миллионов должников. Ну, то есть, по сути, вот если взять из этих должников тех, кто предатен, не помню, как по-русски, способен к военной службе, то есть, теперь вот за долги, возможно, будут отправлять на фронт. Как вы вот к такой возможности относитесь? Я думаю, что... Вот давайте мы к цифрам обратимся. На самом деле, я... Это тот редкий, редчайший случай, когда можно доверять тем цифрам, которые транслируют Путин и Шойгу. Они говорят о том, что ежедневно записываются в качестве контрактников, добровольцев в Российскую оккупационную армию порядка полутора тысяч человек. Насколько я знаю, по данным Генштаба ВСУ, цифры чуть меньше. То есть, 1200, вроде как украинские источники называют. Ну, согласитесь, это небольшое расхождение, в отличие от других цифр, где Кремль и Российская Миноборона врет, как севы мерят. Исходя из этого, я думаю, что да, действительно, есть необходимость для того, чтобы... По сути дела, откуда эти цифры? Почему именно такие? Потому что это восполнение потерь. Это восполнение потерь. На фронте вот ежедневно гибнет примерно такое количество людей. И такое количество людей, это знаете, как бассейн с трубами, значит, сколько выливается, столько должно вливаться. Извините за такой некоторый цинизм. Но вот для того, чтобы поддержать прежний уровень, для того, чтобы линия фронта не рухнула, для этого Путину нужно, и Путину, и Шойгу нужно примерно поддерживать уровень притока людей на фронт вот на уровне примерно там, условно, полторы тысячи в день. Вот, если посчитать, то да, действительно, необходимость искать дополнительные ресурсы, в частности, должники, попытка каким-то образом искать пополнение вот этих вот живой силы на фронте из числа мигрантов, она не очень себя зарекомендовала. Была надежда на то, что в России несколько миллионов мигрантов из Центральной Азии, из других постсоветских стран, но это не очень себя оправдало, поэтому вот должники, это еще один ресурс. Дальше, что может быть предпринято? Это, ну, с принудительной мобилизацией тяжело идет, потому что прячутся, уезжают. Опыт осени 2022 года показал, что попытка вот просто отлавливать и направлять на фронт, она приводит к тому, что 300 тысяч смогли отловить, а миллион уехало, а еще несколько миллионов внутри России пряталось. Поэтому это плохая история, на это рассчитывать не стоит. Будут каким-то образом искать другие ресурсы. Все понятно. Спасибо, Игорь. Спасибо за то, что приняли участие, за ваши комментарии. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был на связи с нашей студией.